Вейкап, с вами Вова Кэс. 976 тысяч нас уже, поэтому прямо сейчас подписывайся, чтобы нас было как можно больше. Ты будешь в курсе самых лучших новостей. Жми колокольчик. Погнали! Руслан Тушенцов против Милены Чижовой. Вдуть набрал 6 миллионов подписчиков, а Blackpink 30. Моргенштерн обосрал, я бы даже сказал, унизил Диму Масленникова и Мамикса. А Влад А4 облажался с новым треком. А теперь пришло время мне сказать вам про лайки, поэтому прямо сейчас влепите эти конченые лайки, я их так люблю. Но дизлайки, конечно же, не помешают, потому что, чтобы нас выводить в тренды, ну что, погнали? Итак, Юрий Дудь преодолел порог в 6 миллионов подписчиков. Первым гостем на канале в Дудь стал Баста, а на данный момент Юра выпустил более 70 интервью. Самый популярный выпуск с Настей Ивлеевой. Он набрал 27 миллионов просмотров, а вот группа Blackpink набрала 30 миллионов подписчиков. Тем самым они только закрепили статус самого популярного коллектива на всем ютубе. У группы BTS, к примеру, 29 миллионов, так же как у One Direction. Никто не заметил, но еще один русскоязычный канал набрал 10 миллионов подписчиков. И это Admi.ru. Канал просто поразительный. В день на нем выходят по 3-4 видео. Многие из них и 100 тысяч не набирают, но какие-то выстреливают по 10 и даже больше лямов. За счет этого канал и набрал 10 миллионов. Владика А4 хейтит за его новый трек. Парень выставил отрывок в Инстаграм и, видимо, не ожидал такой реакции подписчиков. Хочу быть твоим первым, как первая собака, как первый твой костплей, как первый акк Майнкрафта. Пишут, фу, буэ, ужас, кровь из ушей. Пишут, что Владу пора завязывать с пением, так как даже с обработкой у него плохой голос. Дорогулькины, чтоб вы понимали, практически каждый комментарий негативный. А вы как считаете, А4 стоит продолжать петь или лучше не надо? Руслан Тушенцов выпустил обзор на новый клип Милены Чижовой. Это тот, что продуло. Твоя мама по ночам плачет, какая у нее дочь, блять, ебанутая выросла. Ну хватит, Милен, пожалуйста. Зритель все видео видит в кадре жопу. Ролик он, конечно же, засрал по полной. Милене это не очень понравилось. Пишет, что Руслан говорит про ее плохие просмотры. Статистика под видео у тебя просто замечательная. А сам на ней делает себе просмотры. Чижова себя считает машиной хайпа и скандалов. И что ей за это спасибо должны говорить. Ну, Руслан и сказал. Спасибо тебе большое, Милена Чижова, за то, что ты даришь нам эти просмотры. Без тебя не было бы ничего. Мы сами никогда ничего не делали. Но благодаря твоим уебищным клипам у нас все хорошо, Милен. А вот у Моргенштерна вышел первый выпуск его нового шоу. Добро пожаловать на наше новое шоу. В ролике он критикует детский контент. В частности, он затрагивает Мамикса, Влада А4, Сашу Спилберг и Диму Масленникова. Вам нужно добиться максимального умственного регресса. Если вам начали нравиться ролики Димы Масленникова или там, блядь, Саши Спилберг, то все, вы уже дальше некуда. Не знаю я ли актуально говорить в 2019-м про ванну чипсов Спилберг. Вспоминать какие-то старющие ролики Мамикса. Твой любимый канал на ютубе это Мамикс, тот ебанутый упырь. Также Алишер назвал блогеров ущербными. Не создавайте себе кумиров, особенно таких ущербных, как видеоблогеры. Пишите, а вы согласны с ним? Тоже считаете Мамикса ебанутым упырем и что контент Масленникова для умственно отставых? Обязательно прямо сейчас подпишись на мой канал, если ты еще этого не сделал. И нажми на колокольчик, ты будешь в курсе самых лучших новостей. Кликаем сюда и смотрим предыдущее видео, потому что, как всегда, не все его еще посмотрели. Ох, вы меня очень сильно радуете своими лайками. Как можно больше их ставите. Но про дизлайки-то, конечно же, не забывайте так, чтобы мы прорывали тренды. До скорого!